Инстардинг представляет Лучшие цитаты Роберта Киасаки Роберт Киасаки – американский предприниматель, инвестор и писатель. Автор ряда книг по инвестированию, включая знаменитый бестселлер «Богатый папа, бедный папа». Денежное состояние превышает 100 миллионов долларов. Не деньги делают человека богаче, а самообразование и опыт. Дай дураку деньги, и он устроит вечеринку. Дураки превращают деньги в мусор. Алхимики наоборот, мусор превращают в деньги. Проблемы с деньгами будут всегда, и зачастую их всего две. Одна, когда их всегда мало, и вторая, когда их слишком много. Я выбрал вторую проблему. А какую проблему выбираете вы? Правило номер один для того, кто хочет стать предпринимателем. Никогда не устраивайся на работу ради денег. Если вы хотите изменить свою реальность, то вы должны изменить свое мышление. Бедный, неудачливый, несчастливый и нездоровый – это тот, кто часто использует слово «завтра». Не бойтесь проигрывать. Победители не боятся проигрывать. Неудача – это часть дороги к успеху. Люди, избегающие неудач, избегают и успехов. Люди потому и проигрывают, что слишком боятся проигрывать. Ваши академические или профессиональные успехи не имеют практически никакого отношения к финансовому успеху. Дело не в том, сколько денег вы зарабатываете, а сколько денег вы сохраняете и насколько эффективно они работают на вас. Сначала создайте колонку активов, которые обеспечат вас пассивным доходом. И только потом покупайте большой дом или роскошный автомобиль. Самый ценный актив – время. Большинство людей не могут его правильно использовать. Они упорно трудятся, делая богатых богаче, но не прикладывают усилий, чтобы сделать богатыми себя. Умные люди – это те, которые работают с людьми умнее их самих. Работа – это всего лишь краткосрочное решение долгосрочной проблемы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Когда дело касается денег, всегда найдется множество советчиков, у которых нет за душой и ломаного гроша. Оправдание – это ложь, которую вы говорите самим себе. Прекратить их ныкать, жаловаться и вести себя как дети – оправдание делают человека бедным. Мы – рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь. Риск – это в первую очередь бездействие. Видеть то, чего не замечают другие – это универсальный ключ к успеху. Картошка фри убивает больше людей, чем оружие и акулы. Однако никто не боится картошку фри. Физические упражнения, если ими заниматься должным образом, помогают человеку стать здоровее, а умственные – богаче. Лень же лишает человека и здоровья, и богатства. Если ваша схема работает по принципу «все, что получаешь, нужно потратить», то увеличение доходов, скорее всего, просто приведет к росту расходов. Ключ к богатству – это способность как можно быстрее превращать трудовой доход в пассивный или портфельный. Провести всю свою жизнь в страхе, так и не осуществив ни одной мечты – вот что жестоко. Работать в поте лица за деньги и думать, что они позволят купить вещи, которые сделают вас счастливыми – вот что страшно. Первый урок, который мы обязаны выучить, заключается в том, что сами по себе деньги не являются злом. Это просто инструмент, как, например, карандаш. Карандаш можно использовать для написания прекрасного любовного письма или жалобы, из-за которой последует увольнение. Когда конструировали карандаш, его сделали таким, что он стал удобен и для письма, и для попадания острым концом в глаз. Дело не в самом предмете, а в мотивации человека, держащего в руках карандаш или деньги. Найдите работу для ваших денег. Смотрите на деньги, как на наемных работников. Люди, которые не уважают деньги или злоупотребляют ими, как правило, добиваются того, что деньги начинают не уважать их и злоупотреблять ими самими. Проявляйте заботу о ваших деньгах, а они, в свою очередь, позаботятся о вас. Внимательно относитесь к тем, кто завладевает вашим разумом. Не зря мы вешаем замки на наши двери. По той же причине замок следует повесить на свой мозг. Ваш величайший актив – ваш мозг, и вам нужно держать двери туда, под замком. Ваш мозг может все, абсолютно все. Главное – убедить себя в этом. Руки не знают, что они не умеют отжиматься, ноги не знают, что они слабые, живот не знает, что он сплошной жир. Это знает ваш мозг. Если ты из тех, кто всю свою жизнь действует лишь наверняка, делает все правильно, оберегая себя от неприятностей и ожидая чуда, которое никогда не произойдет, значит, ты слабак. Тогда ты умрешь надоедливым старичком. Роберт Киосаки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова